Дай почитать. Джин Уэбстер, и это, дорогие слушатели, вы прочтете в любой ее биографии, внучатая племянница известного писателя Марка Твена, ее мать, племянница Марка Твена, а ее отец был компаньоном Твена, его бизнес-менеджером и издателем многих его книг. Она получила прекрасное образование в двух знаменитых учебных заведениях США – в школе «Леди Джейн Грей», где обучалась академическим наукам, музыке и искусству, и колледже «Вассара», специализируясь на английском языке и экономике. Там же она работает в доме поселения колледжа, который обслуживал бедные общины Нью-Йорка. Этот опыт лег в основу повести «Длинноногий дядюшка». Итак, книга «Длинноногий дядюшка», кроме первой главы «Тоскливая среда», состоит из писем талантливой, искренней, доброй сироты Джеруши Аббот. Она подкидыш, никогда не знавшая родителей, выросшая в сиротском приюте, ходившая в обносках, но никогда не терявшая силы духа, юмора, а обладающая завидным литературным талантом. Некто Джон Смит, разумеется, это его ненастоящее имя, решает оплатить ее четырехлетнюю учебу в колледже, но при двух условиях. Она станет известной писательницей и должна будет часто писать ему письма о своих успехах в учебе и о подробностях повседневной жизни. Знаете, а ведь это немного наивная, открытая и глубокая девушка, и колледж окончит, и книгу напишет, и издаст, и разгадает тайну своего покровителя. Рекомендую книгу «Длинноногий дядюшка» прочитать как раз накануне Татьяниного дня, к 25 января. Думаю, будет интересно сравнить студентов начала XX века и наших замечательных сегодняшних российских студентов. Тем более, что 25 января на Театральной площади можно будет посмотреть культурно-массовые мероприятия, зимние студенческие игры «Вятские хватки», которые проводит Вятский государственный университет 12+. Дай почитать. Дай почитать.